Деловую программу Дней Крыма в Республике Башкортостан открыл бизнес-завтрак, посвященный долевому строительству. В ресторане «Рассинский» собрались руководители органов власти, деловых кругов Башкортостана и Крыма, а также представители СМИ и общественных организаций. Всего около 100 участников. Организаторы события – медиахолдинг РБК УФА и Госкомитет Республики по строительству и архитектуре. На данный момент рынок находится в ожидании влияния поправок в закон о долевом строительстве, заявили участники бизнес-завтрака. Это, как минимум, решит проблему обманутых дольщиков, однако застройщикам придется полностью переформатировать свою работу. И Крым, где, в отличие, например, от Башкортостана, ввод жилья показывает бурную положительную динамику, не исключение. Органы исполнительной власти, прежде всего, беспокоят вопрос обманутых дольщиков. И с точки зрения населения, с точки зрения покупателя, однозначно это добро. Тут возникает несколько вопросов, по крайней мере, у нас в Крыму, с точки зрения, что банковская, к сожалению, сфера в Крым не вошла. Мы попали под санкции, и те банки, которые у нас представляют интересы, к сожалению, совершенно другие процентные ставки. По крайней мере, те тревожные сигналы, которые мы слышали, говорят о том, что у нас пока это больше проблема, чем позитив. Но с точки зрения, повторюсь, исполнительной власти, конечно, это определенный контроль. Одно из основных изменений – обязательное банковское сопровождение для строительных компаний. Уже с 1 июля этого года на смену долевому строительству придет так называемое проектное финансирование. Вводится понятие «уполномоченный банк». То есть теперь застройщик будет ограничен в своих действиях и не сможет распоряжаться средствами дольщиков, пока не достроит объект. Деньги будут храниться на специальном эскроу-счете в «уполномоченном банке», а если средств на возведение дома не хватает, компания имеет право взять их у этого банка в кредит. Аналитики прогнозируют, это неизбежно увеличит стоимость жилья в среднем от 15 до 20%. Кроме того, из-за роста ставок просядет ипотека. Представители крупнейших банков другого мнения. Как отметил руководитель башкирского филиала Россельхозбанка, спрос на ипотечное кредитование, напротив, вырастет. Об этом красноречиво говорят последние цифры. На сегодняшний день у нас порядка 300 объектов аккредитовано. Мы работаем с крупнейшими застройщиками нашего региона. Результаты прошлого года нас достаточно радуют. Мы приросли по портфелю почти на треть. Всего выдали более 4 миллиардов рублей. Текущий портфель составляет почти 9 миллиардов рублей именно по ипотеке. Наша задача, чтобы ипотечные продукты, программы были доступными для максимально больших слоев населения. В этом смысле у нас линейка достаточно широкая. Есть и ипотека, которая для молодых семей, над чем мы делаем отдельный акцент. То есть доступность повыше. Семьи молодые, у которых родился ребенок с 1 января 2018 года, они имеют отдельные программы для себя и ставки там даже есть около 6%. Также эксперты едины во мнении. Изменения в законе о долевом строительстве неизбежно отразятся на структуре строительного рынка. Произойдет его укропнение. Мелкие и средние компании, вероятнее всего, исчезнут с рынка и останутся только крупные игроки.